Пробежали быстро эти 9 дней. Юля, ну скажи, получила зачем? И да, и нет. Ну скажи, что не получила. А я дадам. По-моему, 40 минут было от брови. Нет, 40 минут было, конечно. 10 не было и 20 не было. А, на 10 хотела? Да. Ну ты скажи в камеру, что ты хочешь 10 сразу. Скажу, что то, зачем я приехала, я просто очень долго обдумывала. Не то, к кому приехать, а вообще стоит или нет. У меня свои планы по развитию перманентного макияжа. И на протяжении, наверное, полгода смотрела видео и ролики, и работы. В школу Лены Нечаева. И увидев этот курс ВИП в Адванс, появилась такая мысль. Поэтому приехала, задала сразу вопросы, потому что мне важно было ее присутствие. На курсе от А до Я. Ну мне самое главное, мне самое главное понять, что не додала. Потому что, да, что было не так именно. Вот, допустим, я поняла, что машинки надо много разных. Реально. Надо говорить мастерам, чтобы брали свои машинки. А, надо, чтобы свои именно привозили. А не давать им выбор и говорить, вот, я дам. Не надо давать. Не, ну, конечно, ну, например, я не собиралась, у меня нет, у меня девочка осталась с машинкой работать. Я не могла везти сюда машинку, честно. Альтернатива хорошо. Ну, я думаю, что дорогие машинки я не буду. Я же не искуплю все на свете машинки, их слишком много. А вот эти все равно пусть валяются, их можно давать. Но, получается, из них у всех официал лучше всех, да? Ну, на мой взгляд, вот, я вот в тени и в тени, и в тени тоже. Потом по, ну, вот, тоже такое было заявлено, 30 моделей, на которые, как бы, я думаю, все приехали. 31 мы даже насчитали. То есть, в итоге, например, у каждого свои, как бы, ритмы. Вот, она очень уставала вначале. Да, я уставала. Я, как бы, работала в своем ритме. Были моменты, когда немножко хотела модели, не было. Вот это единственный момент. Мне кажется, в вашей школе вы можете подстраховать с вашими девочками, чтобы... Ну, да, мы можем забрать снизу. Вот, у меня в итоге, через два дня, я поняла, что у меня не цель 30 моделей. У меня цель качественно и работать более, ну, как, сосредоточенно, спокойно. Вот. Так, а по моделям в итоге надо что, индивидуально каждому? Вот, ей все время мало, да, было? Моделей ей не хватало тебе? Ну, мне было поначалу много, а потом нормально. Ну, у меня не было такого потока людей. Вот, только на одну процедуру. А последние два дня или три, ну, нормально. Я не жалуюсь. Я думаю, если ты едешь освоить новую технику... То чем больше моделей, тем лучше. Наоборот. Чем меньше моделей, тем лучше. Мне кажется, три или четыре, это такой потолок, когда уже, может быть, по конец курса, когда уже все относительно уже начинают набирать навыки. Поначалу меньше, а потом... Я сегодня четыре сделала, и это у меня, честно говоря, рекорд. Я, например, жду, когда ты ко мне подойдешь, эти вопросы задаю, мы меняемся, ты показываешь. И я не хочу спешить из-за того, что там уже кто-то может сидит, ждет. Давай, скажи, стоило ли или нет ехать, получила ли ты то, что хотела? Конечно, стоило ехать, и, конечно, получила в полном объеме еще и сверху. А как думаешь, применишь на месте? Ну, постараюсь очень сильно, буду стараться, следовать всем правилам. Я тоже считаю, что стоило ехать, потому что учиться в любом случае стоит. В любом случае ты всегда получаешь какие-то новые фишечки. А это даже может быть просто как сфотографировать фотографию. Умело, красиво. Интересно или нет? Было очень много разных нюансов. В общем, сказать, чтобы я там вот так вот совсем выучила, никогда не делала волоски, вот прям я в восторге, не могу сказать. Но, да, я вижу улучшение в своей работе. И мне очень понравилась открытость твоя. Мне понравилось, что была открыта на любые эксперименты. И я могла на этих 30 моделей, которые ты предоставляла, попробовать что-то новое для себя, сделать какие-то выводы, применить, увидеть. Мы делали множество процедур без анестезии. И видели разные реакции кожи и людей. В том числе российский механизм другой по сравнению с Европой. В общем, было интересно. Поэтому, да, я рекомендую всем, каждому приехать и попробовать себя, увидеть Елену Нечаеву вживую. Я, например, 100% сразу приеду, поставлю в свой ценник веки. У меня их не было. Я с этим не работала. С тенями? Да. Тени, да. Поэтому я очень довольна, что я сейчас... Мне даже очень нравится. В общем, я считаю, что он стоит этих денег. По честноку без этого, да? Он стоит этих денег, но организация подкачала. То есть очень много разных нюансов. И мы погружались в процессы, которые по своей идее не должны остаться. То есть мы приехали, и мы должны были работать с моделями без каких-то внутренних разборок между приедами и работниками, или между собой. То есть это такие нюансы, которые, собственно, они к нам не относятся, но мы к ним присутствуем. А еще вопрос, допустим, коррекции их же. Вот то есть предыдущего курса коррекции делать было бы интересно. Не испорченные, а именно коррекции. Если к тебе приезжает студент, как Виктор, после базы, которому нужно отработать волоски... Ему первички нужны. Понимаешь, что ему нужны первички. Если, например, я тоже мастер, который сомневается, как это делается, то я бы хотела попробовать. Можно совместить, поинтересовать, у кого это интересует. Я думаю, всех это интересует. Просто те же самые пятнистые губы, допустим, или тени. Коррекцию делать, а именно... Ну, короче, несколько неиспорченных, не засаженных коррекций можно сделать. Какие были инсайты, что вот? Например, при работе с губами, работала раньше с одной методикой, мне очень понравилось делать сейчас контур, не выводя общий. А, без контур. Душевки, поэтому получается очень работа такая бесконтурная, красивая. Вот, этот момент, когда с одной моделью попила одну технику, и это другое, это экономит время, и в работе очень полезно. Я помню, я ей показала плотный прокрас, и там надо, ну, как бы, не спеша вести, и ей так это понравилось, что это можно, абсолютно контролируемое действие такое, да? Да, то есть я уловила моменты, где у меня там были какие-нибудь пробелы. По теням я уже говорила, что я с ними вообще не работала по растушевке сейчас, пожалуйста, без проблем, я могу, это для меня тоже такой инсайт. В общем, для меня больших инсайтов не было, но мне понравилось, опять же повторюсь, да, то, что мы с Еленой пробовали все, что знает она, все, что знаю я. Мы отрабатывали это на разных видах кожи, разными машинками, мы пробовали разные иглы, которые в твоем арсенале имеются. Всевозможные миксы, то есть это было очень интересно. Правильный штрих помогает прокрасить работу и контролирует насыщенность, и если делать это, как делала я, медленно и засыпая, то это будешь делать вечно. И он используется и на веках, и на бровях, и на губах, то есть это такое важное. Да, и будет все ровно и без пятен. Я хочу сказать, что Елена очень талантливая, и она очень доходчиво объясняет всю информацию, что ты можешь разжевать и повторить миллион раз одни и те же ошибки, что она не злится. Да важно, да, что я не злится? Это очень важно. О, я раньше злилась, я пережила это. Есть такие преподаватели, которые теряют самообладание, и они не могут объяснить, потому что они это говорят в сотый раз за день. Я бы прислала своего коллегу на повышение. Да? Да. Пришлешь век? Да, пришлю. Когда он будет готов, вы его увидите, потому что в данный момент я действительно верю в то, что вы сильнейшие, по крайней мере открыты, и не скрываете информацию, которую другие люди продают. Тяни кожу! И делайте одни и те же ошибки. Поверни голову. Прошел курс у меня довольно тяжело в первые 2-3 дня, потом уже, в принципе, легко. Я уже могла даже уходить спокойно, оставлять. Были какие-то ошибки, и я люблю, чтобы ученики совершали ошибки. Главное, чтобы он увидел их и понял, что она вот была, и она вот так выглядит. Потому что без ошибок не работает никто. Я надеюсь, я донесла, что, как это, не боги горшки ваяют, да, что ошибки все делают. И я могу подойти, провести волосы, и он там будет неправильный какой-то. Самое главное, я хочу научить всех, чтобы чувствовали кожу. Просто кончиками пальцев видели, меняли, что-то постоянно меняли, да, и результаты достигали хорошие. Чтобы попасть на этот курс, мастер должен быть достаточно опытным. Можно сказать, прям хорошо опытным. Потому что мы, во-первых, отсеиваем очень много людей по фотографиям. Я прошу прислать свои работы. Кто-то даже иногда хочет прислать не свои иногда. Я думаю, ну это глупые такие идеи, потому что, ну, сразу станет понятно. Короче, смысл в том, что мы отбираем по работам. Я смотрю, прям много работ, я прошу прислать самые хорошие, самые плохие. И по ним я вижу, ну, какие ошибки совершает мастер, и что можно поправить. Поэтому мы отсеиваем примерно, не знаю, 9 из 10 человек. Во-первых, мастера, которые проработали уже какое-то время и поняли, что эта процедура должна быть качественная, они уже зарабатывают деньги. То есть для них наш курс, он уже не будет стоить прям просто нереальные деньги, что надо продать почку и приехать там, и все, вот кровь из носа обучится. И еще я точно знаю, сама по себе это проходила, что посетив разовый мастер-класс, ты ничего не понимаешь. Вот сходь ты тресни. Да, сколько раз я повторяла одно и то же, все равно. Хотя вы очень опытные, но вот эти устоявшиеся какие-то привычки, которые в принципе работают, возможно, не так хорошо, как могли бы, да, как новые привычки, которые, я надеюсь, поселятся у вас. То есть на это надо просто указать со стороны глядя, человеку со свежим взглядом, и все. Ну, немножко изменить свою технику, которая и так была хороша, или научиться какой-то новой, которую ты не использовал, но тоже. И выбрать. Но мастера приехали ко мне на этот курс, очень интересный, со своим опытом, со своим багажом, и между прочим, я тоже брала какие-то фишечки у них, потому что это совершенно разные три школы. Это Германия, Швейцария и Великобритания. Это вообще школы, в которых я никогда не была странной. То есть и что-то я у них подглядывала тоже. Они большие молодцы, схватывали быстро, не боялись, в принципе, не боялись экспериментов. Это вот человек, который просто он готов экспериментировать на всем вообще, на любой зоне, в любую технику. Это очень круто, потому что очень часто страх сидит очень большой у людей. Ярослава очень аккуратная, осторожная, то есть вот там эти штрихи, пока она не поймет, как она не положит. Ну вот я просто посмотрела твои последние веки, ты сделала их офигенно вообще, вот там прям дымка четкая, классно было. Честно, больше всех боялась за Ярославу с самого начала, все одела в шаре. Она не смогла, она не художник, и она не смогла нарисовать шар. Я очень боялась, что у нее будут пятна на веках, но она справилась очень классно. Она нашла для себя и скорость, и положение рук определенное, то есть прям у меня нет к ней никаких претензий. Ты молодец, Ярослава, реально молодец. Ира тоже большая молодец в волосках, она никогда в жизни не делала волоски машинкой, потому что она работала долгое время в микроблейдинге, но так как он подходит не всем типам кож, и тем более в Европе, на каких-то кожах она, конечно, продолжит работать им. Аппаратный метод она освоила отлично, просто у нее очень красивые тонкие волоски получаются, и с хемой она отработала, не то что Юле. То, что Юля любит эксперименты, это такое здоровое желание улучшить свою технику. Вообще, у нее это очень хорошо получается. Этот курс подошел к концу, я очень довольна, я очень рада, что с ними познакомилась, и даже я бы с ними дружила. Да, я думаю, будем где-нибудь встречаться, тоже прикольно будет. И если у вас есть какие-то вопросы, касаемые этого курса, то вы можете их писать либо в описании к этому видео, либо прям девочкам задавать в личку вопросы, они ответят более того, когда спадет ажиотаж и придет осознание такое более полное. Когда они вернутся домой, они, возможно, ответят более подробно и вспомнят что-то, что даже здесь сейчас не сказали. Поэтому пишите вопросы, и мне пишите, и им пишите, они ответят вам на них. Если вам интересно участие в этом курсе, то пишите мне в любых соцсетях, я отвечу вам на ваши все вопросы. Всем пока!